так сейчас мы с вами перескочим есть такой очень любознательный человек зовет зовут его уж на что я уже знаете что никогда не запоминаю ваши хочется бесполезно но все-таки с третьего письма арсен спартаке все вас запомнил поехали вперед разберемся с ним а потом все подряд так воин константинович доброго здоровья сегодня еще раз пересмотрел ваш видеоролк по привилке предостаточно толстым толстым соли по двое прививайте у земли двумя черенками врачеб все понятно не объяснили что потом делать пусть таки растут два привой параллельными стволами или из них потом надо вырезать или один надо вырезать то на какой высоте чтобы живой пенек не мешал растущему насколько почек или подной я знаете как вот допустим меня фотографии там нет допустим вы обращаетесь там к авторитетам у которых и вообще фотографии нет а вот или как там потом вы ниже покажу так же самого леса к объясняла объясняла так что у меня крышу чуть не снесло а потом пишет ну видимо непонятно я вам потом нарисую смотрите как надо и так в одних случаях должно быть кого так вот других так третьих так объясняю вот и еще а вот это по моему продолжение письма до или этом рядом и его же во многих видео на ю тубе и советах разных садоводов после приживания на следующий год надо срезать более слабый а я за счет делал я вот это процесс пронумерал теперь посмотрите как стало удобно это вашего тоже письмо связать более слабый обрезать летом пассиану старостаня как говоришь его мою ученику приеду и пальцы обрежу про лето поняли вот слово лето это должно быть под запретом никаких обрезок вот пока рады не иметь небольшой диаметры но успеть бы зажить в зиме подождем обрезать весосе еще года и сидя на что интересно и если диаметр раны будет намного больше тоже нехорошо почти как по легкому почте мне нравится что вы на свой вопрос отвечаете обрезать по 0 под 0 или на 2 1 почка до уменьшения раны четвертое или оставить их расти вместе не будет ли подвой толще прямое со временем все может быть внимание юрий латинков царством небесным если я правильно понял оставляет жить оба прямое далее ведет виде чашек 4 ствола как правильно в нашей полосе 4 стала может быть это 2 прививки 4 почки а бывает когда прививка под кору то делается делается 4 тогда может быть это иметь ввиду но это не принципиально так как правильно в нашей полосе зимой перепады от минус 35 до плюс 2 снег выпадает новому году всегда господи дождался бы снега мы сегодня с моим этим другом из приехал человек где минус 46 это минусинский район нет это гость абаканский район вот теперь так смотрим бывает что необходимость экономия прививается 1 почка из экономии если экономить не надо то лучше 2 и представим себе что могут пойти 1 из 4 раз 2 и тут еще 2 1 4 2 4 3 4 4 4 4 варианта поэтому просто сказать делайте так я уже не вам не мог правильно смотрим дальше вот здесь было 2 прививки одна умерла так место было замазано то есть убрана раз умерла вот но и там еще у вас был вариант отрезать напрочь категорически против то есть если умер ладно а если он был бы живой пусть даже маленький малюхонький оставить и навсегда вот этот вариант сейчас мы все переберем вот это вот или анна это мы с вами тренировались чем заключалась ошибка вот один просто умер это персик на абрикосе здесь была причина самая такая мы когда тренировались мы с вами сильно поздно было уже деревья отцветали или отсвели это была наша как сказать просто учеба вот самое главное что здесь это вот это вот ранка чернота видите стоило чуть-чуть небрежно замазать и вот это место под замазкой сгнило видите ну ради скажу все-таки он уцелел но все-таки это учебный снимок что мы имеем мертвый и живой и так два обязательно или хотя бы желательно в надежде что хотя бы один пойдет следующий вот здесь получилось так это было вживлено но это уже прошло года два было вживлено не два черенка а один но почки пошли разными путями одна стала ростовой одна стала цветочная плодовой что дальше а дальше ее можно оставить в покое зачем ее подрезать кому она мешает она теперь так как получился штамп который я прокинал заметьте я это мой сад это мой сад значит я естественно ран не делал штамп получился вот захотелось ей и растет 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 не делали от ответствий а вторая почка они две рядом были вот вот так вот это вот две рядышком значит оказалось пусть плодовой но все-таки корни кормить будет кормежка корней это не менее важное занятие чем дать есть эти плоды вот естественно вы спросите у меня спросили отвечает не подходить ничего не режет вот такой вариант это когда когда почками свой характер и имеет индивидуальные особенности вот это я на самом месте привали так персики абрикосе но это учебный снимок посмотрели полюбовались вот чё скажу вот вы теперь мастер вот это вот снимок он мне был в архиве вот здесь видно что это прививка улучшенной копировкой да видите они же ее почти два побега это вот таким вот пусть он не совсем по теме вы же говорили о прямой прививках выше прививки то есть а прямой их выше прививки и что с ними делать этот снимок может быть вот эта ранка это верхушка вот это вот вживленного побега вот пусть прошли воды вот больше ничего не по это же на моё теле не мою они же пошли скелетные ветки вот по двое и и теперь скажите их надо было можно было уничтожить но момент когда это называется обламывание сейчас попробуйте обломать вот раны будут страшно а это и если вы знаете что хотите их оставить весь экспериментатора возможно что вот этот вот вот стать очень плохо пошел иначе он не дал бы мощные ветки снизу дерево спасается она плохо приняло привой иначе бы когда чисто привой когда 100 процент совместимость что вы это все можете увидеть вы можете увидеть нет это не высаживание смотрите корни торсят я такого не допустил значит прислали так вот тем более его не узнаю значит что они делают они обеспечивают глюкозы корни и прочим питательным веществом согласны значит надо ли их отрезать или надо ли хотя бы частично отрезать все решает одно до конца умрет а частично вот даже в разговоре с этим товарищем фанатиком который вы сегодня сидели на кухне так это прозвучало я еще раз применил а он подтвердил он такой мужик вот прирожденный садовод он взял один из тысячи взял чокнуться вот хорошем смысле и вот он ты подтвердил я говорю за поэтому ему говорю а я сгорю на камеру на камеру инфицирование надо бы правильно назвать прививка но прививкой мы называем то что пошло а если вообще не пошло инфицирование если он умрет здесь частично качество вот это вот роскошные сливы вот вот тут и теперь думайте будет допустим допустим это вашему саду друзья а надо ли их отрезать когда вот этот я сейчас вижу на ладан дышит на ладан надо ли их отрезать а чтобы все таки явно несовместимость очень большая и подвой в данном случае бориса с прямой если бы она подой принял прямой этих веток все было бы чисто вообще бы не было даже вот отщипнуть нечего когда только зелень появилась там почка зазеленела вот тут вот посмотрите вот тут вот тут вот и вот тут вот или тогда бы отщипнули бы и возможно деваться некуда а ему надо расти и он бы все-таки принял бы по двое бы принял бы вот это в за 1 но если бы воли начать прошли годы а теперь гадать его и я веду автор это подряд будьте добры решите сами это могут быть китайки мои фотографии мне прислали могут быть китайки они могут быть вот помните огромные плоды они могут передать крупность вот этим вот этот умрет но и чуть искон чертим китайки все-таки тоже вещь вот когда я тогда объяснял которая обидное письмо прислала все-таки как я объяснял вот китайки даже если помрут все приводят а если меня не будет и не ни одного веточки она нигде не найдет пути уже сад состоялся вот поэтому таких случаях а вы же только вопрос задали отрезать подрезать что делать но вы имели верхнюю часть я взял шею теперь мы с вами вот так вот будет ну первое письмо помните надо ли привать на волшки в этом смотрите я очень наблюдатели по натуре вот видите вот это есть то самое морозобой это не солнце снизу вот это морозобой почему солнце сверху освещает вот это вообще поверхность нормально растут вот стоило полоса морозобой не появились так как вот это допустим так это трехлетка вот это допустим двухлетка вот это может видно я такой дотос и потому что у нас другой уровень может кому-то скучно новичкам покажется вот смотрите трехлетка я условно 4 лет к двухлетка видите теперь когда здесь появилась рада я немножко но не мог пройти мимо этой фотографии арсет почему потому что там письмо с он я уж так десятка три фотографии все равно остался недоволен вот и номера забойно и тогда выбрасывать побеги вверх можно их привать да хотя на трехлетки однолетка они мощно растут всегда поэтому поверьте это однолетки 1 или не так даже если дожду клетки но могут быть однолетки и можно ли брать их на прививку то есть отрезать и вот но перероски уже знаете когда дерево мощное они вот такие вот хрен их привез вот такие вот основание толщина веток еще покажу в общем как мог объяснил кусочек первого письма так идем дальше такие фотографии нет ни у кого вот еще один пример это уже мой сад и вот у меня вот это вот венгерка она настолько плохо сидит на нам на китайской сливе что китайская слива для меня сигнал опасность когда надо такие побеги возможно она уже на ладан дышит еще жива но уже это это примерно так что там надо было отрезать раньше мы можем принцип наблюдать и не вмешиваться идем дальше фотографиям цены и смотрите вот это ответ на один из вопросов помните его как спросили асен может обе оставить вот вот обе прививки на это самое было это уникальное дерево это моя лучшая в сибири вишня жуковская с генами черешни я внедрял туда привитая на сибирскую штамбу ох она призыв какая-то не принимает у меня приняла приняла обе то ли от отсутствия желания то ли от отсутствия времени да и растет ты на здоровье растет ни хрена ни хрена ни хрена ни хрена вот две прививки ну и чё она выросла в очень крупно огромное дерево где-то почти трехэтажный дом самое обидное когда 90 процентов ягод достается иногда 100 последний год 100 выражая был маленький вот сожрали птицы вычистили вот видимо по всей округе были проблемы с вишней у меня ж не только в одном вишне вот и у меня получилось так ну сами видите наверное я был прав когда не стал отрезать как вы говорите может одно отрезать может подрезать сделать иногда можно делать если вовремя спохватиться не сейчас когда и 20-25 лет а вовремя спохватиться можно было бы одну делать тростепенной но это надо смотреть на месте потому что они обязательно одна чуть точнее развивается вторая чуть хуже так который чуть хуже из нее вот с это например вот она двое меньше тоньше с ним можно было раньше сделать вот так отрезов пусть она растет кусту пусть она будет тростепенной пусть она дает мне черенки с этой я не могу я на черенка взять их уже давно вот этих вот мои роскошные увидите их в этом фильм там полчаса мы с ним ля 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 а в черенке я не показал а я покажу на фотографиях ладно следующий момент вот это вот снимок один из лучших годов это однолетние саженцы примерно по пять месяцев те самые которые вели в заблуждение троих авторитетических ученых они давалом три года второе четыре года а третий пять лет но не именно этим у меня еще росли были а это как бы ширпотреб но особый ширпотреб двухлетние по двое вот такой толщины все в россии все вот так вот и черт с вами растите лучше выросло естественно что не подходил вот это мой прицел я никогда не похожу к секаторам растет единственное что я делаю питомники это мощный колл выпрямить почему боковая ветка и старается это боковая ветка расти вот сюда туда 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 вот я не отрезаю и когда сами знаете меня на сады сове подтвердите сколько вы хоть раз видели чтоб я там халтурил тем более в середине лета для меня это в середине лета это я как сказать это будущее законы природы не трогать ни летом ни осенью ни зимой не резать не резать не резать не резать вот одни раны вместо морозостойкости ужас и ведь этого не понимает миллионы людей поверившие тысячам авторам они все ни одного никто никогда нигде не выразил хотя бы сомнений может не резать а вазинский может все таки перейдете на мой сторону вы начнете в комментариях где учат резать вот там вот там да вот там уже ваши это гнев даже ваше презрение каптору там она найдет свое место и вот что получилось не тронутая все вот так причем не обязательно так некоторые умирали просто убирали но если росло и от ними подходил вот это припасе я все сказал вот это значит мой соавтор вот этого санта писать себе прошло каких-то два с половиной года вот посмотрите здесь еще эту тему не трогал почва здесь почва боженьки бы если вы знали это глина и вот получается что первый год растет плоховатенько особенно для меня так второй год плоховатенько потом мне же надо черенки на прививку а я уже на третий год делаю их маточник то есть да у вас здесь кем рассказать плодов то не видел а что же заберешь на прививку вот тут вот он был бы прав при этом условии значит там у него как было разные сады а здесь один сад понимаете вот здесь лист роскошь еще настолько что ни о какой дикости речи быть не может и единственное что может здесь плод получиться другие только потому что этот постулат мой что мы идем на гибриды всегда в единственном числе на планете или следующем поколении взять ветку да это будет опять единственное дерево на другое вот поэтому обещать что если здесь 100 граммовые плоды вот а это например академик я уже не боюсь я могу обмануть понимаете в комнате фотографии вот эту вот я не полю еще раз покажу пусть она не очень так смотрится вот я могу обмануть представляете вот крупный план вот мне повезло с это почему с меня это не слупили гонорар за потом одели сколько зарабатывать а он все бесплатно вот это вот да я могу обмануть взяли косточки не повторять взяли черенок я могу обмануть вместо 100 грамм сахара 120 вставляете какой могут быть обмануть эх саша саша воевал бы ты с теми кто это ни один мой совет ни одного саженца во всей планете не погубил они губят их миллионами мы потом еще вернемся к этому сейчас погодите я опять а вот тут вы с вами прошли 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 я думаю быстрее буду проходить в общем понятно на третий год происходит следующее адаптация уже дерево почва почве дерево то есть она под землей вырабатывает свою экосистему почему у нее теперь вот это дерево почему это очень важно спасибо за такой прекрасный снимок вот если бы вам для вашего академии не понадобились эти фотографии не было бы этой фотографии я бы просто другом если мог догадаться сказать может нет смотрите дерево растет начинается с нуля здесь была какая-то картофельное поле так смотрите что было дальше появилась небольшая крона она от солнца закрыла почву она перестала меньше сохнуть с одной стороны и перегреваться с другой стороны так нет пусть еще было первые два года видите она плохо росла теперь так это важнейший момент которого не найдете никогда не в одном учебнике вот только когда или на саду напишет снова учебник там это будет пошел третий год откуда вот эта мощь дерево у нее под землей она старалась выживала вот это вот еще ему исполнилось два года это третий про вот это где рука эти 3 вот и выживала а там под землей она устроила к системы впервые в отличие от голого пустого места впервые появилась возможность развития это как дом с хозяев которые заселили понимаете кто заселил грибы появились их не было потому что грибы корни микориза это одна одна целая дали насады чего-то я научился это самое пусть по верхушкам вот дальше значит черви червей количество зависит от пищи небо вот листья два года уже падали не было бы листьев не червей жрать им нечего а я еще и траву несколько раз кашу так то она плохо растет то есть растет она даже по колено все но это не то что несколько покосов потому что стоит скосить освобождается место и так количество массы предельно большое листья плюс трава скошены так и под землей начинается заселяться все новое и там где были миллионы бактерии стали миллиарды у них появилась возможность размножения им тоже нужен комфорт это все обеспечивает эта крыша самое большое я подхожу подошел к этим опять вот потому что есть сейчас мы ура мы в яндексе вот спасибо брат железов юрий и павел троценко мы в яндексе пусть весь мир когда-то услышит что и когда дерево имеет свою родную форму помните нижние ветки отросли спасая дерево там выше показывал и вот это вот это ее нельзя пролежать нельзя никак ни одной ветки не лишней ни одной ветки все это нагромождение тупости глупости невежества жадности по заработанию лайков я каждый день десятки снимаю вот это в ютубе подлость несусветная жадность перевесила все теперь академия стала лидером я потом докажу и покажу книга выходит 190 страниц про обрезку летнюю режем осеннюю делаем зимнюю делаем темирязевская академия выпускница еще одна я разволновался сейчас минутка миллионами деревья калечит 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 дерево это крыша крыша как не понять вот даже сейчас у тебя же его зимский поймет мне кажется только он же как он же умнее меня значит ему надо взять начать сказать поперек например я скажу режьте он скажет не режьте я скажу не режьте он скажете режьте характер такой вот ну-ка что там еще так ну что лисадна ну что фото модель требует из меня гонора так теперь 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 все арсен порох кончился еще один ваш вопрос возвращаемся к нашим этим проблемам обратно вот я какая теперь боюсь как так один раз пообещал не выполнил сегодня я выполнил важнейший ваш вопрос я надеюсь вы меня поняли что рассмотрим а потом думаем резать или не резать опоздали не трогаем так это вам ответ от особо одаренным железово начал принципе это если убрать кавычки я бы согласился